Доро бро! С наступающим вас всех! Ну или уже наступившим Новым Годом! Сегодня мы распакуем и посмотрим на самый желанный смартфон компании Xiaomi, а именно Xiaomi 13. Судя по презентации и по первым отзывам, смартфон получился мега крутой. Тут тебе и самый крутой процессор Snapdragon 8 Gen 2, который больше ляма выбивает в Antutu. Мы, конечно же, это проверим. Здесь и мега крутой яркий экран. В пике почти до 2000 нит. Боже, побереги мои глаза! И смотрите, теперь можно убрать текст под иконками. Прикольная вещь, мне прям очень зашло. Плюс переработали виджеты, теперь они не похожи на флешбек из 90-х. И наконец-то в MIUI 14 таки можно удалить ненужные китайские приложения. Спасибо, Лей Цзюнь! Также у меня здесь есть Xiaomi 13 Pro, который мы тоже привезли из Китая, за что спасибо Андрюхе. В описании будет ссылка на наш телеграм-канал, в котором можно заказать любую технику из Китая по хорошим ценам. Переходите, подписывайтесь, заказывайте, поможем, расскажем, доставим. Ну а кто понял, почему я именно в этой кофте, ставьте лайк. Фил, привет! Кстати, на канале Честный Блог у Фила вышел ролик про MIUI 14, про фишки MIUI 14. Советую перейти посмотреть. Ну а мы переходим к распаковке. В комплекте все по классике, и я не устаю благодарить компании, которые кладут сразу и зарядку, и чехол, и даже пленку на экран наклеивают. То есть бежать никуда не нужно, сразу можно пользоваться. За что прям респект. У меня, как вы видите, лимитированная желтая версия выглядит неплохо. Но из всего обилия цветов, что было представлено, мне нравятся спокойные тона. Голубенький или салатовый. Вот они прям то, что нужно. Но и яркие цвета тоже хороши. Здесь просто вопрос вкуса. Да, в дизайне узнается влияние Apple на индустрию. Не скажу, что это плохо или хорошо. Но, когда что-то сделано со вкусом, это чувствуется сразу. Красота не нуждается в объяснении. Ты просто сразу видишь то, что... Блин, это выглядит здорово. Я себе хочу такое. И Xiaomi 13 как раз из этой оперы. Берешь в руки и в голове сразу... Меня только один вопрос волнует. Стекло как бы да, это про благородность, премиальность. Но, почему никто не думает про практичность? В стеклянной поверхности отпечатки собирают прям мама родная. Так что даже на моей желтой версии их видать. А на черной просто ужас. Только берешь в руки, все. Он сразу как обмылок какой-то грязный. Даже силиконовый чехол, который здесь хорош. Мне нравится то, что нет вот этой вот пимпочки. В ПОК очень часто любят эту пимпочку делать. Даже его, когда надеваешь, все равно остается и на нем отпечатки, и на самом смартфоне отпечатки. Мне вот не нравится. Если бы сделали матовый. Я вот всегда топлю заматовые цвета. Ну, имейте ввиду покрытие. Потому что тогда отпечатки пальцев незаметны. Блок камер здесь, конечно, выпирает, но прям чуть-чуточку. Комплектный силиконовый чехол скрывает, естественно, блок камер. Прям, ну, чуть-чуть. Можно было бы добавить. Фил в своем ролике на канале Честный Блок тоже это отметил. То, что было бы чуть больше. И прям вообще замечательно. Но мне кажется, никаких проблем не будет. И так, достаточно, там, буквально миллиметр. И я не думаю, что когда кладешь его на стол, он будет царапаться. И еще хочу отметить, что хоть толщина, на мой взгляд, толщина блока камер здесь небольшая. А толщина самого смартфона в районе 8 миллиметров. То круто, что сюда смогли уместить оптический зум 3Х. Так что, на мой взгляд, и толщина, и чехол оправдывают себя. Но вопрос в другом. Будет ли он шататься, если я положу его на стол и захочу напечатать сообщение? Ну, есть немножко. Немножко будет все-таки шататься. Даже с таким большим блоком. Выглядит, кстати, достойно. Мне прям нравится. Да, действительно, это можно сказать, что это iPhone на Android. Но это ладно. Зато рамки у экрана здесь наитонюсенькие. Да, если смотреть на цифры, то нижняя рамка как будто бы чуть больше. Но по факту ты смотришь вообще незаметно. Вот от слова совсем. Если бы я не посмотрел чужие ролики, где об этом говорили, я бы даже и не заметил. Ты смотришь, рамки симметричные, маленькие. И смартфон в руке смотрится прям кайфово. Хочется им пользоваться, хочется что-нибудь включать, переключать. Типа, радуй меня, я у тебя бабки потратил. Давай радуй меня, Xiaomi. Матрица тут OLED. Диагональ 6,36 дюйма. Разрешение Full HD+. 2400 на 1080 пикселей. Это 414 точек на дюйм. То есть картинка четкая. Цветопередача шикарная просто. Серьезно, я смотрю на экран, не нарадуюсь. Частота обновления 120 Гц. Искороки стоит динамической, и я ее не меняю. Потому что да, можно поставить 120 Гц принудитель. Но зачем они мне, когда, я не знаю, смотрю видео, снятое в 25 фпс? Смысл это отрисовывать столько кадров, если... Ну типа это бестолку будет. У тебя максимум картинка меняется с частотой 25 фпс, а экран обновляется с частотой 120 фпс. Типа зачем? Поэтому я всегда оставляю динамическую. Пускай, когда я смотрю фото, мне вообще там чуть ли не один герц отрисовывается. А когда я уже играю, когда мне нужны вот эти фпс, когда я там листаю что-нибудь, пускай уже отрисовывается 120 Гц. И кому, как не смартфону, лучше знать, когда нужно переключаться на 60, когда на 120 Гц. Так что здесь не меняю. Оставляю как было. А вот частота дискретизации здесь 240 Гц. Это не сказать, чтобы много, бывает и побольше. Но это все равно хорошо для каких-нибудь шутеров. Плюс огромный лайк за то, что есть DC Dimming. И если в старых моделях, когда ты включаешь DC Dimming, у тебя переключается сразу же автоматом на 60 Гц. Никаких 120 тебе уже не увидеть. То здесь все нормально в этом плане. Включаешь DC Dimming, и при этом у тебя 120 Гц отрисовывается. Также радует наличие полноценного Always On Display. Потому что в некоторых моделях бывает неполноценный DC Dimming, просто 10 секунд там погорит и все, и выключается. И раз уж мы заговорили про улучшения разные, прям огромнейший лайк. Прям реально, мне кажется, фанаты Xiaomi готовы теперь Li Juni просто в десны расцеловать. Потому что здесь нормальный датчик приближения. Ты прикладываешь, у тебя блокируется экран. Не будет такого, что ты держишь, и у тебя щекой, не знаю, ты там отключаешь микрофон, включаешь громкую связь и охреневаешь просто от того, как динамик начинает орать. Этого здесь больше не будет. Наконец-то. Наконец-то нас услышали. Видите, не зря мы делаем обзоры. Яркость экрана заявлена в пике до 1900 нит. И это уже просто сумасшедшие какие-то цифры. Но это небольшое лукавство, потому что это в пике, в каких-то конкретных местах, при каких-то определенных условиях. То есть там автояркость, HDR и бла-бла-бла. Потому что так, в принципе, яркость будет в районе 1200 нит. Опять-таки же, при условии автояркости и в HDR. А когда вы просто смартфоном пользуетесь и выкручиваете самостоятельно на максимум яркость, там будет, ну, около 1000 нит. Защищен экран помимо пленки еще и стеклом Gorilla Glass Victus. На данный момент это лучшее стекло, так что здесь добавить нечего. Переходим к сердцу этого смартфона, а именно к железу. И, небольшой спойлер, здесь все отлично. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Выполнен на 4 нанометрах. Графика Adreno 740. Оперативки 8 либо 12 гигабайт, типа LPDDR5X. Постоянность 128, 256 или 512 гигабайт. И здесь есть небольшая особенность. В версии на 128 гигабайт память идет типа UFS 3.1. А в 256 и 512 уже UFS 4.0. И вот вам тест скорости. На мой взгляд, отлично. А вот троттлинг тет. И процессор показывает себя отлично, на мой взгляд. Вот эти вот просадки, ребят, не обращайте на них внимания. Просто мне начали сообщения присылать. А я зачем-то дурак начал еще их смахивать. Плюс он мне уведомление какое-то показал. Я тоже его смахнул. Короче, это моя вина. Можно переделать. Вот, переделанный результат. Я просто сейчас тороплюсь. Так, нет, все-таки он, конечно, троттлит на 20%. При этом нагревается. Вон сообщение выскочило. То, что слишком горячий, короче. Перегрелся. Но все равно это лучше, чем то, что было в Ген-1. Так что, такие вот дела. У меня на студии просто довольно холодно. Там же нет отопления, я много раз говорил. И в прохладном помещении он тест проходит лучше. А сейчас здесь дома где-то 24 градуса. И, ну, вот так вот. Как бы все равно. Это хороший показатель. Я считаю. И, если учитывать то, каким был 8 Ген-1, то просто небо и земля. Потому что тот троттлил и грелся, как собака. Это, да, нагревается. Да, в руках он горячий. Когда он проходил у меня этот тест. 30 минут, 100 потоков. Он прям нагрелся. Прям очень хорошо нагрелся. Ну и вот нашумевший тест в Antutu. Миллион двести пятьдесят восемь тысяч баллов. Ну и вот рядом тест в DigBench. При этом у меня он нагрелся до 41 градуса. И потратил шесть процентов заряда. Если смотреть тест у Фила на канале Честный Блог. О котором я уже, наверное, третий или четвертый раз говорю. Фил, еще раз тебе привет, если смотришь. Так вот, у него другие результаты. Но у нас почему-то разные смартфоны. У меня тоже прошивка 14.9. Но я, например, не могу изменять размеры иконок. Он может менять размеры и форму иконок. У меня это почему-то недоступно. То есть, ну, странно. Как будто бы смартфоны для разных регионов, что ли, делались. Хотя, что у него, что у меня китайские смартфоны. В чем проблема, я не знаю. Если кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста. Как видите, производительность здесь отличная. И на мой взгляд, смартфон полностью оправдывает звание флагмана. Поэтому я, естественно, скачал Genshin Impact. Графику ставлю на максимум. FPS выставляю 60. И сразу играть. Геймплей приятный. Игрулю тянет легко. Да, чуть греется, но не критично. И за час игры на максимальной яркости смартфон израсходовал 25% заряда. За час просмотра видео на YouTube 6% заряда. И за час в режиме навигатора 9% заряда. Как видите, результаты неплохие. На день его должно хватать точно. Но более подробно расскажу уже, когда буду делать опыт использования. Спустя пару недель. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк и ждите. Обязательно. И да, поскольку они у нас китайские, то здесь нет 7 и 20 бенда. Но поскольку я в Москве, то меня это вообще совершенно не парит. Вот вам сравнение спид-теста у айфона и у Xiaomi 13. Тест проводился в помещении, одна и та же сим-карта, одно и то же место. Поэтому на мой взгляд, это мое сугубо личное мнение, вы принимаете решение сами. Можно брать и китайские версии, и если в большом городе находиться, то особо не париться, потому что связь будет работать хорошо. А покупать где китайские версии, правильно, по ссылочке в описании. Но, если вы смотрите спустя какое-то время, и они уже появились в России, скорее всего в магазине Цифру. Ссылочка на него тоже будет в описании. Работаю с ребятами давно, никаких проблем. Есть доставка, есть гарантия. Так что по ссылочке в описании переходите, промокодик используйте и получайте еще какой-нибудь аксессуар в подарок. Также тут есть Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, инфракрасный порт, естественно, это же Xiaomi. Но, к сожалению, нельзя установить флешку, только две симки. И отдельно хочу отметить, что здесь очень хороший стереозвук. Но у флагмана по-другому и быть не может. Google сервисы на китайских версиях смартфонов Xiaomi устанавливаются сейчас легко. Заходим в настройки, листаем в самый низ, тут выбираем аккаунты и синхронизация. И нажимаем Basic Google Service, в котором активируем чекбокс. Но все равно придется скачать АПКшечку, потому что в встроенном магазине Play Market не скачать. Ребят, система просто летает. То, как отрабатывает анимация, то, как все быстро и плавно, то, как шустро отзывается смартфон, это выше всех похвал. Серьезно. Мне очень нравится, но это первое впечатление. Я попользуюсь им подольше и уже через какое-то время все-таки сделаю свой отзыв. Но пока предварительно замечательно все. Кстати, постоянно забываю попросить вас подписаться на мой Яндекс.Дзен, ВК и Телеграм-канал. Потому что я делаю ролики на много других каналах, не только на свой Нишарю, но и на Розеткит, на Ситилинк, на Цифрус. И их я также размещаю как раз-таки в Телеграме. Поэтому, если хотите больше роликов со мной, то подписывайтесь на Телеграм-канал. Я буду очень рад. И на Яндекс.Дзен. И на ВК. И даже в Рутубе есть, пацаны. Касаемо камер. Основная на 54 Мп с диафрагмой 1.8. Есть оптическая стабилизация и фазовый автофокус. Фотографии получаются очень даже достойные, как днем, так и ночью. Есть телевик на 10 Мп с трехкратным оптическим приближением и апертурой 2.0. Тоже с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией. И отлично, что не забыли про сверхширокоугольный модуль. Здесь он на 12 Мп с диафрагмой 2.2. Фото вроде бы неплохие, но тут нужно сравнивать и смотреть более внимательно. За свои деньги я считаю, что топ. Видео смартфон может записывать в сумасшедшие 8К 24 кадра в секунду. Не скажу, что это востребовано, но в принципе неплохо. Если кому-то надо, смартфон это позволяет сделать. Ну а так, при условии, что он хорошо снимает в 4К 60 кадров в секунду, я сейчас снимаю 30 кадров в секунду. При 60 было бы еще плавнее, но даже сейчас отрабатывает стабилизация. Замечательно. Цвета хорошие. Да, нужно еще чуть-чуть поработать с алгоритмой, потому что, ну как-то странно все-таки у меня скинтон отрабатывает, но все равно картинка, звук очень хорошо. Сверхширокоугольный модуль может записывать только 4К 30 кадров в секунду. Почему не добавили 60? Не понимаю. Потому что ширик и 60 кадров, это намного нужнее, намного важнее, намного востребованнее, чем 8К 24 кадра. Ну и фронталка, которая записывает Full HD на флагманском смартфоне. Xiaomi, вы серьезно? 8К на основную камеру и 1080 на фронталку? Ну это прям, это плохо. Это минус. Это первый минус, который я могу назвать в этом смартфоне. Фронталка 1080. Ну вот просто сравните разницу со смартфоном, который был выпущен 5 лет назад. А вот на основную камеру тоже попытайтесь угадать, где какой смартфон. Понимаете, да? iPhone 8 5 лет назад был выпущен. Да, проделанная работа большая, но нужно стараться еще больше. Аккумулятор здесь на 4500 часов, и как я уже говорил, день точно должен дать, а при желании и больше. Есть быстрая зарядка на 67 Вт, обещают с нуля до сотки за 40 минут. У меня с нуля за первые 15 минут смартфон зарядился на 47%. Еще за 15 минут, уже на 84%. Так что да, за 40-45 минут с нуля сотку набьет. Плюс ко всему здесь есть беспроводная зарядка, что прям отлично. Беспроводная зарядка хорошо. Есть реверсивная беспроводная зарядка, тоже замечательно. Можно наушники, часы, что-то положить, зарядить при необходимости. Также здесь есть пылевлагозащита по стандарту IP68. Так что спокойно можно взять его с собой в ванну, я не знаю, в бассейн, в какой-то пресный водоем. И не переживать, если кто-то из детей возьмет смартфон, засунет в стакан. Потому что, ну, были случаи, так умирали смартфоны. Здесь никаких проблем с этим не будет. Влагозащита на уровне. В итоге первое впечатление о смартфоне у меня прям пушечное. Во-первых, отлично, что заменили этот татчик приближения. Помимо этого, влагозащита. Помимо этого, он выглядит просто шикарно. Особенно вот этот вот желтый. Мне нравится. Ну, больше всего мне нравится, я уже говорил, более-таки. Спокойные тона, то есть салатовый. Прям замечательно, на мой взгляд. Но вот этот желтый, я вот им пользуюсь, сейчас смотрю. Ну, блин, прикольно. Желтый-черный такой, прям шикарный. Напишите в комментариях, какой бы себе взяли. Взяли бы желтый-черный, или все-таки какие-то такие спокойные тона. Или, может, из эко-кожи. Касаем производительности, здесь все великолепно. Новый процессор Snapdragon 8 Gen 2 показывает себя наилучшим образом. Он не троттлит, да, он греется, но все равно продолжает работать. Экран бомбезный. Стереозвук, пушка-гонка. Автономность замечательная. Все в этом смартфоне сбалансировано, продумано и обеспечивает комфортное потребление контента. Из минусов, я говорю, только отсутствие флешки и 1080 на фронтальную камеру. Ну, типа, куда? А, ну и сканер отпечатка пальцев. Не хочу его записывать в минусы, потому что, ну, мне, например, нравятся подэкранные. Мне и в кнопке нравятся, неважно. Просто подэкранами ты нажимаешь, удерживаешь, и у тебя есть быстрый запуск здесь. Я выставляю туда чаще всего навигатор, и очень быстро могу запустить до конкретной точки маршрут. Но это неважно. Чуть повыше бы его. Слишком он уж больно низко. Чуть повыше был бы, как на Google Pixel, например. Вот у них сканер отпечатка пальцев там, где нужно. Xiaomi и, в принципе, китайцы, они почему-то очень низко располагают его. Приходится палец прям выкручивать. При том, что смартфон большой. Вот я его держу в руке. Мне удобнее всего, чтобы он был почти посередине. Ну, чуть ниже середины. Но их размещают почему-то прям вот в самом-самом низу. Не знаю, что за прикол у китайцев. Хотелось бы все-таки его повыше. Может, это у меня пальцы длинные? Напишите в комментариях, как у вас. Все остальное, на мой взгляд, на высшем уровне. Вот каждую копеечку стоит. Но это первое впечатление. Я похожу с ним какое-то время. Может, он мне еще подкинет своих приколов. И уже скажу, нормально, ненормально, работает, не работает. Так что подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Как-то так. До скорых встреч, друзья. Пока.